Я вас приветствую, я Татьяна Чувильчикова, психолог и психотерапевт, на моем канале новый ролик. И сегодня мы будем говорить с вами об очень важной и непростой вещи, о том, как патриархат может разрушать и разрушает на самом деле психику и жизнь, как мужчин, так и женщин. Это очень непростая тема, я советую вам досмотреть ролик до конца, поставьте лайк, если вам понравится, подпишитесь, ну, в общем, все вот эти стандартные фразы. Давайте начинать разбирать эту очень непростую тему. Вообще, на мысль о том, чтобы записать этот ролик, меня навел текст одного из моих коллег, которого я люблю, уважаю, читаю и регулярно с ним взаимодействую. Это Илья Латыпов. Я в обзоре литературы психологической в одном из моих роликов уже говорила о его книге, которую я очень рекомендую. Книжка называется «Между роботом и обезьяной». И вот Илья написал совершенно прекрасный текст на тему патриархата. Я решила, что этот текст заслуживает большего внимания, нежели чем сейчас. Я хочу вынести это в том числе на свою аудиторию. Здесь я совершенно спокойно отношусь к тому, что если кто-то сказал о чем-то лучшее, чем это сказала бы я, прекрасно это все сформулировал, то зачем изобретать велосипед, зачем заниматься каким-то плагиатом непонятным, когда можно просто взять у человека разрешение. Я ему написала, говорю, Илья, смотри, вот так и так у тебя прекрасный текст, можно ли я сделаю по этому тексту ролик. Мне сказали «Окей, никаких вопросов». Поэтому, собственно, я не буду здесь заниматься самодеятельностью. Я буду читать здесь вам его, вот этот текст, его статью. Я считаю это прекрасно, гениально, очень ценно. И чем больше людей это услышит, тем лучше. Понятно, я буду давать, наверное, какие-то свои комментарии, если это понадобится, но, скорее всего, немного их у нас будет. И, собственно, давайте начнем читать этот прекрасный текст. Статья называется «Мужчины. Вместо доминирования – уязвимость, партнерство и конкуренция». Мне задали хороший вопрос. А могли бы вы без стеба дать определение патриархальных ценностей? И я подумал сейчас, что лучше всего не пытаться назвать какие-то достаточно абстрактные понятия вроде «семья», «традиционный брак» и тому подобное. Так как если мы начнем уточнять, то быстро выяснится, что представления у людей разные, и набор ценностей быстро станет крайне невнятным. Но можно попробовать назвать то, что лежит в основе патриархального взгляда на мир, что является его стержнем, и когда на него нанизывают какие угодно ценности, они становятся патриархальными. Суть патриархального взгляда на мир – это иерархия, связанная с полом и возрастом. Это нам очень важно. Высшей ценностью и мерилом всего здесь являются старшие мужчины в роду. Кстати, матриархат в этом случае ничем не будет отличаться только другим полом. В красивой обертке разных историй лежит то, что общество выстраивается вокруг благополучия сначала старших мужчин, потом мужчин рангом пониже, а потом уже все остальные. Ранг пониже подразумевается, что это будут мужчины младше. Отсюда идут простые следствия. Интересы патриархов объявляются интересами семьи или общины. Иерархия выстраивается по жестко зафиксированным полуролевым моделям, а не на основании непосредственных достижений. Иерархия и соблюдение ролей поддерживаются силой, отсюда приоритет у насилия, а не убеждения. Основа отношений – доминирование подчинения, а не партнерства. Здесь главное – послушание и лояльность вышестоящим. Мужское, ассоциируемое с силой, лучше. Женское, ассоциируемое со слабостью, хуже. При этом часто приравнивается к совсем уж низкостатусному детскому, инфантильному. Это деление распространяется на все сферы жизни, от социальной до сексуальной. С уменьшением роли насилия в отношениях людей, эта роль остается высокой, но все же что-то меняется. И увеличением независимости женщин старые рычаги сломались. То есть идея в том, что независимость женщин начинает подрывать устои и базу патриархата. Разрушение порядка, основанного на доминировании мужчин, в первую очередь ударило именно по самим мужчинам. При этом в новых реалиях старые психологические установки продолжают существовать, порождая как внутренний конфликт, так и внешний. Когда они, эти установки, сталкиваются с поведением женщин, которые не согласны с ними. В итоге мы, мужчины, оказались перед лицом ряда вызовов, которые в нынешних условиях попыток вернуть все назад в старые добрые времена все сильнее обостряются. И мы замечаем, да, я тут от себя уже скажу, как заметно вот это вот желание вернуть женщин в стойло, как хочется вернуть вот эти жесткие правила, там сильная рука требуется, какое-то, да, вот это подчинение, чтобы кто-то навел порядок, ясность и вот это все остальное. И в том числе фантазии про Советский Союз, да, ностальгирование по нему, это тоже очень такая актуальная вещь. Что же это за вызовы? Возвращаемся мы к тексту. Вызов человечности. Мир спрашивает мужчину, готов ли ты быть живым человеком, испытывающим и проявляющим эмоции, уязвимым, признающим за собой право на слабость, или же ты будешь функционирующим механизмом, пытающимся жить без эмоций, а запрещающим себе уязвимость и слабость. При традиционном понимании роли мужчины он должен отбрасывать свои переживания во имя чего-то высшего. Часто под это высшее маскируются интересы вожаков в стае, это мы тоже очень хорошо знаем, да, то есть лидер свои интересы начинает выдавать за общественные, да, то есть как будто бы это не я так хочу, а это вам так будет лучше, это вот я для вашего блага все это делаю. Быть в первую очередь функцией, да, мужчина должен, а не человеком, расходным материалом, да, в итоге он становится. В ответ на боль, физическую или душевную, не имеет значения, мальчиков учили только двум реакциям. Терпеть, если боль исходит от вышестоящих по рангу людей или от каких-то нейтральных внешних факторов, или бить, если боль исходит от чужаков или тех, кто ниже в иерархии. То есть получается, что вот эта иерархия насилия, да, про то, что сопротивляться можно только или чужакам, или тем, кто слабее меня, да, тем, кто выше, я сопротивляться не имею права. В результате многие мужчины попросту боятся сильных эмоций и не умеют с ними справляться иначе, чем агрессии против всего и вся, или же с помощью выпивки. В итоге нежность превращается в грубость, сексуальность и соблазнение в насилие, боль от поражения или отвержения в ненависть. Эмоциональность уплощается до простых примитивных реакций. И уж тем более много страха перед женской эмоциональностью, которая называется просто и коротко «вынос мозга». Если не понимаешь, как быть собственными чувствами, то от чужих мозг точно будет вынесен. То есть что здесь происходит? Я говорила об этом уже в каких-то из своих шортсов. Патриархат устроен так, что мужчине не нужно самому прилагать какие-то внутренние усилия для того, чтобы выстраивать отношения с женщиной, да, чтобы она оставалась с ним, потому что он хороший человек, потому что он умеет строить эти отношения, потому что он умеет разговаривать там, выражать чувства, понимать чужие чувства и так далее. Нет. Женщина оставалась с ним по причине того, что он, во-первых, мужчина, во-вторых, он выше в иерархии, в-третьих, женщина в зависимом положении, и, соответственно, ему не нужно было особо что-то делать, да, для того, чтобы удерживать рядом другого человека. И получается, что теперь, когда для того, чтобы удержать рядом другого человека, нужно предпринимать какие-то усилия, это у многих мужчин вызывает ярость, раздражение, недоумение, как это так, значит, почему отобрали у нас халяву, и мы теперь должны еще чему-то учиться. В частности, многие мужчины, пытаясь сохранить вот эту патриархальную позицию, акцентируют внимание на том, что женщинам, мол, нужны только деньги, да, то есть они пытаются опять упростить эту схему, что мужчины в патриархальной среде – это те, у кого всегда больше денег, женщинам нужны только деньги, а я, значит, не альфа-самец, потому что я не зарабатываю, и вот как мир несправедлив, и тому подобное, да. На самом деле даже денег недостаточно, да, для того, чтобы у мужчины были отношения. Вот такова данность. Следующее – это вызов власти. У мужчины есть выбор – строить отношения с женщинами на основе уважения, партнерства и признания равенства их в человеческом достоинстве, на возможности периодического чередования ролями, или держаться отношения, основанных на жестко закрепленной полуролевой иерархии. Да, вот то, о чем я говорила. Этот выбор сложно принимать в ситуации, в которой мужское определяется как хорошее и противоположное женскому. Заняться женским равно унизиться. Мужское эго в такой ситуации становится крайне хрупким, ревностно следящим за тем, чтобы не опуститься. Уголовная лексика здесь не случайна, так как она отражает доведенные до крайностей принципы полуролевой иерархии. Отсюда гипертрофированная маскулинность, страх перед андрогинностью, или дальше можно продолжать до бесконечности. Уважение и признание равенства означает не только стремление строить отношения на основе партнерства и взаимных договоренностей, но и готовность к открытой и честной конкуренции. Да, эта конкуренция как раз очень недоступна вот этим самым мужчинам, которые крайне возмущены развалом патриархата. Например, спорить с женщиной-начальницей или коллегой не потому, что она женщина, что путного скажет баба, а потому, что вы не согласны с конкретными идеями и были бы не согласны, если бы их высказал и мужчина тоже. Я сам в свое время не раз ловил себя на то, что с женщиной готов спорить дольше, чем с мужчиной, просто потому, что трудно было согласиться с женщиной. И вот эта неспособность конкурировать, с одной стороны, с женщинами, потому что их тогда нужно признать как равных себе, и, с другой стороны, неспособность конкурировать с другими мужчинами, потому что они как будто бы выше по иерархии, с ними тоже конкурировать нельзя. Вызов власти не означает полного отказа от ведущей роли. В конце концов, в чем-то мужчина может быть ведущим, а в чем-то женщина. Иерархии будут всегда. Вопрос в том, на чем они основаны. На формальных признаках пол и возраст. Или же на основании преобладания у людей конкретных навыков и компетенций. Вызов власти выдвигает на первый план способность обсуждать и договариваться, а не слепо подчиняться авторитету на основании его принадлежности к доминирующей группе. То есть получается, что важными становятся не пол и возраст, а важными становятся личностные навыки и способности, что тоже очень повергает многих людей в такой хаос внутренний. В противном случае на первый план выходит молча и женщина, или яйца курицу не учат. У психологически подкованных людей попытка доминирования на основании старшинства нередко приобретает форму. У вас эдипов комплекс, раз вы возражаете старшим. Парадоксальным образом вызов власти приводит к появлению мужчин, буквально раздавленных женским авторитетом. Ведь если ты уступил или подчинился женщине, не смог противостоять ей, кто ты тогда? В традиционной модели ты вообще перестаешь быть мужчиной. И получается, что уже сам вот этот проигравший мужчина успешно унижает и подавляет себя за это. То есть его самоуничижение на самом деле гораздо сильнее, чем от той женщины, которая там что-то к нему такое проявила. Вызов отцовства очень важный. Если не сложатся твои отношения с женщиной, готов ли ты остаться отцом? Или же отношения с детьми – это продолжение отношений с женщиной. В мире, в котором женщина и ее дети – собственность мужчины, или расположенные ниже в иерархии существа, отцовство понимается как власть. И если женщина уходит, то или дети остаются с отцом, или же отец фактически бросает детей, что происходит чаще. Эмоциональные связи в таком мире вторичны и часто легко подавляются. В чем достоинство мужчины? Достоинство отца своим детям или же достоинство собственника, у которого отобрали власть? Увы, в нынешней России огромное количество мужчин уклоняется от участия в жизни своих детей, хотя бы через финансовую поддержку, если уж привязанность отсутствует. Вызов самостоятельности. Готов ли ты обслуживать свои потребности сам, или ты ждешь, когда кто-то сделает это для тебя? В мире доминирования мужчин все устроено просто. Их обслуживанием занимаются те, кто ниже в иерархии. Погладить рубашку, приготовить себе или детям поесть, ходить за покупками и так далее. Все, что связано с бытом и не имеет отношения к зарабатыванию денег, обесценивается. Мужчина сражается, женщина ухаживает. И как тогда быть в мире, в котором сражаются и мужчина, и женщина? В таком мире неспособность к самообслуживанию превращается в инфантильность, и бытовую беспомощность. В итоге перед мужчинами один вызов. На каких основаниях строить отношения с женщинами? На партнерских, и они подразумевают необходимость и возможность договариваться и даже уступать без унижения. Ролевую гибкость, ценность любого опыта и мужского, и женского. Или на иерархических, где поведение определено целью. Проверить эти основания просто. Задайте себе вопрос, имеет ли пол человека, с которым вы взаимодействуете, серьезное значение для вас в вопросах, не связанных с сексуальностью и биологическими факторами, такими как возраст, например. Опыт жизни мужчиной и женщиной совсем не идентичен. Это отчасти разные миры, но для взаимодействия, чтобы понимать и познавать друг друга, чтобы возбуждаться от этой разности, сейчас необходим мост из того общего, что у нас есть. Уважение к нашей человечности, которое всегда шире любых ролей. Вот такой, собственно, прекрасный и замечательный текст. И здесь я хочу добавить только одно. Действительно, любая вот эта структура социальная, которая строится на иерархии, которая строится на подчинении исключительно по принципу пола, возраста, нации, расы, ну, то есть, чего-то такого, с чем человек родился, или что он имеет по умолчанию, чего-то такого, что не требует никаких личных его усилий, это очень простая система, в которой не надо думать, потому что вот есть данность, да, кастовость, клановость и прочие всякие вещи. И тогда получается, что роль личности, ее особенностей, ее способностей, она в таком обществе вообще минимальна практически. Конкуренция отсутствует, стремление к какому-то развитию, внутреннему росту, каким-то достижениям, не знаю, работе над своими недостатками, все это нивелируется в силу отсутствия необходимости, потому что от этого никакого не будет толку. И в этом смысле патриархат, да, мы замечаем, что именно в развитых обществах начинает изживать себя намного быстрее. При этом страны с ультра-радикальным патриархальным строем, это чаще всего страны третьего мира, это страны активно воюющие вместо того, чтобы строить, развиваться, образовываться и так далее, потому что вот это образовывание, развитие и так далее, оно не имеет никакой пользы вот в этом обществе. Есть еще одна штука такая интересная, которая упоминалась в этом тексте, про то, что вот мужчина воюет, а женщина, значит, ухаживает. Дело в том, что когда позиционируется до сих пор вот эта вот мифология про то, что мужчина, значит, защитник и добытчик, и вот это все, у меня встает вопрос, мужчина защитник от чего? От кого? И тут начинается взрыв мозгов, потому что мужчина у нас оказывается защитник от других мужчин. То есть фактически в этом уже заложена какая-то история про то, что мужчинам присваивается право насилия по умолчанию, это делается нормой какой-то, и для того, чтобы вот эта норма тебя не коснулась, тебе нужен какой-то мужик, который будет защищать тебя от насилия со стороны других мужиков. Таким образом, насилие нормируется через вот этот статус мужчины как защитника. Значит, мужчина как добытчик, эта история тоже уходит в прошлое, когда женщинам дается право работать. То есть мужчина-защитник становится неактуален, потому что вместо этого у нас начинает работать государство, полиция, какие-то другие правоохранительные органы, уголовный кодекс и прочее другое законодательство. Мужчина как добытчик тоже становится неактуален, потому что женщина теперь тоже сама вполне себе добытчик. И получается, что мужчина рядом теперь нужен для того, чтобы с ним строить хорошие отношения. Больше он не нужен ни для чего. То есть эмоциональный комфорт, взаимная поддержка, какой-то интерес к друг другу в жизни, какое-то совместное развитие и рост, взаимопомощь и так далее. И это прежде всего не только и не столько физический, сколько эмоциональный комфорт. Поэтому у мужчин нет другого варианта, кроме как учиться тому, что им придется строить вот эти самые отношения, опираясь на совершенно другие навыки, не так, как они привыкли. Вот такая данность, такая статья. Я вас очень приглашаю вообще подписываться на Фейсбуке на Илью Латыпова, читать его книжку. А мы с вами будем встречаться в следующих роликах, обязательно, я надеюсь. Так что всего хорошего вам. Пока-пока. Продолжение следует...